В декабре 1908 года основные события землетрясения в Мессине и император Пуи взошел на престол. Мессинское землетрясение самое сильное считается в истории Европы, по крайней мере из нам известных. Оно произошло в проливе между Сицилией и Пенинским полуостровом и были разрушены города портовые, которые курировали этот пролив. Погибла максимальная цифра 200 тысяч человек, на которую называют от 70 тысяч до 70 тысяч минимальные, но естественно огромное количество домов было разрушено, то есть 200 тысяч это просто сразу погибло. Россия тут отметилась, потому что там был учебный отряд под командованием адмирала Литвина, в это время совершал плавание по Средиземному морю и находился где-то там близко на Сицилии. Вот корабли Балтийского флота Цесаревич, Слава, Адмирал, Макаров, они выступили сразу на ликвидацию последствий и участвовали там в разборе завалов, кормили кого могли, доставляли раненых и так далее. То есть вот русский флот первый начал ликвидировать, потом британский подключился к этому всему. Италия, в общем, когда там одна из последних вышла на помощь. Пуи, ну тут интересно, он вступил на престол очень маленьким, умерла императрица Цеси, которая практически правила Китаем длительно. Как раз императрицу Цеси обвиняют во всей этой истории, но непонятно насколько она могла. Она пыталась, она в 1900 году возглавила восстание боксеров, имеется ввиду виновата ли Цеси в фактической колонизации Китая. К 1908 году Китай практически разбит на сферы влияния, то есть он формально независимый, а фактически там он поделен фактически на колонии. И ведутся уже даже прям войны на территории Китая, где китайцев не спрашивают. Допустим, русско-японская война, это вот сначала Россия захватила Манчжурию, потом Япония начала делить с Россией Манчжурию. Под конец они там поделились, что юг Манчжурии будет японский, север Манчжурии оставался российским. В общем, при чем тут, непонятно, при чем тут императрица Цеси, почему все это происходит на территории Китая, которая считается независимым. Ну вот императрицу обвиняли, она умерла. Двухлетний мальчик, формально провозглашен был императором в декабре 1908 года. Это все есть в известном фильме «Последний император», вся эта история. Естественно, реальным правителем стал его отец Цзайфэн, который провозглашен был регентом. Мальчик жил во дворце, его пытались воспитывать как китайского императора традиционного, то есть традиционное конфуцианское воспитание ему давали. Но это означало, что власть слабая. Еще эту императрицу железную более-менее боялись, а когда стал править двухлетний пацан официально, уже местные все вот эти, блин, ребята, они поняли, что совсем можно уже не бояться. То есть, с одной стороны, я о каких местных ребят говорю, разваливалась еще к тому же страна. То есть, раз фактически страна разделена на колонии, местные всяческие обороны, авторитеты и прочие, они считают себя практически независимыми. То есть, для них более важно, допустим, что скажут англичане, потому что они, допустим, на территории английской находятся, более важно, что скажет английское правительство, чем центральное. Поэтому это все еще способствовало местному сепаратизму, и он вот скоро, Китай распадется, скоро сепаративно наступит. Но, кроме того, там были силы, которые выступали за демократическое преобразование страны, и тоже их как бы вот держала сначала ЦСИ под контролем, такая все-таки, несмотря на все поражения, она была такая сильная женщина, сильный авторитет в Китае. Но вот она умерла, демократы тоже посчитали, что у них возможности появились, и начали пропаганду, соответственно, за республику. На что также накладывался тот факт, что императорская династия была Манчжурой, а большинство населения было китайцами, то есть они хотели демократическую республику китайского народа. Скоро в Китае будет революция. То есть, это событие немалозначительное, это серьезное, потому что Китай по всей восточной границе России будет, и для нас большое все это значение имеет, что двухлетнего мальчика императором прогласили в Китае. Продолжение следует...